Завтра будет большое празднование, День Европы, здесь, в Гагрузии, в столице нашей автономии, в городе Камрад. Который организовал и инициатор, и идейный вдохновитель, посол Европейского Союза в Молдове, господин Пирко Тепиола, который очень хорошо, по-доброму относится к нам, жителям автономии, по мере возможности, чем он может помогать нам, помогая, в том числе и участием в европейских грантовых программах и многих других программах. Будут много интересных мероприятий. Господин Пирко Тепиола поставил перед собой цель провести День Европы в городе Камрад, чтобы больше рассказать о традициях, культуре, быте, условиях разных стран Европейского Союза. Потому что там 28 стран входит в Европейский Союз, и каждый из этих посольств будет делать свой дворик. А сегодня начинается показ фильмов Европейского Союза. Фильмы, которые были произведены, выпущены в странах Европейского Союза. Эта практика у нас в Гагаузе есть. У нас была и неделя азербайджанского, и турецкого кино, неделя российского кино, неделя белорусского кино. Мы эту практику пропагандируем у себя на территории автономии. А сейчас будет неделя Европейского кино. Тоже желающие, пожалуйста, посмотрите. Чем больше узнаете, чем больше будете знать, тем будете вы богаче. Знаниями, опытом, мышлением и многими другими сопутствующими этому факторами, которые позволят вам обязательно стать успешными людьми. Все в ваших руках. Ставьте перед собой амбициозные цели, задачи. И я абсолютно уверен в том, что вы достигнете. Поздравляю вас с началом фестиваля недели европейского кино. Господин Башкан, Холл Макарович, госпожа директор. Дорогие друзья, для меня выпало в счастье очередной раз побывать на земле Гагаузии и принять участие на очень важном и радостном мероприятии в торжественном открытии Дня Европейских фильмов в рамках празднования Дня Европы в Республике Молдова. Действительно, разрешите поблагодарить за теплый прием в Гагаузии. Особая благодарность Михаилу Макаровичу, с которым меня действительно связывает давняя дружба. Мы организовали этот фестиваль именно здесь, в Гагаузии, кроме Кищенева. И ввиду того, что создание автономии Гагаузии является ключевым моментом не только в истории молдавской государственности, но и захватывающим примером и фактором для всей Восточной Европы в решении спорных межэтнических вопросов. Даже сегодня многие из нас с глубоким уважением, а порой даже восхищением, изучаем закон об особом правовом статусе, а тем более уложении Гагаузии. Этот и другие документы являются неисчерпывающим источником мудрости, доказывающей своеобразный характер гагаузского народа и людей Молдовы в целом. Наша стратегическая цель не только оказать помощь Гагаузии, развивать ее автономию, но в перспективе представить пример Гагаузии как фактор, способствующий объединению между двумя берегами Нестра.